Показание в церкви впервые. Это как не любят себя, а защищать правду Божию. Это классическая история, а люди премия стал Антиох-Эпифан. Я думаю, что очень часто мы подготавливаем что-то, чтобы поделиться о Боге, для Бога. Вместо того, чтобы готовить самих себя, чтобы Бог мог говорить что-то через нас. Я думаю, что очень много раз у него есть что-то, чем он может удивить нас. Он удивляет меня часто, когда я готовлюсь так сильно в его слове, серьезно. Вместо того, чтобы сказать и приготовить свое сердце и разум, и сказать, Господь, хорошо, вот он я, говори через меня. Мы уходим от той мысли, идеи, что он есть, и он хочет говорить через нас. И я думаю, что на нашем жизненном пути мы себе должны напоминать периодически. Стоять, стоять, Господь хочет что-то проговорить. Я увидел такое объявление в магазине. Мир очень жужжащий такой, много звука в нем. Но Бог, он тихий. Прислушивайтесь. Аллилуйя. Помните, вчера мы остановились на Иисусе, который постился 40 дней, да, и к нему пришел сатана. Я прочитал очень много книг о постах. И одна последняя, кто-то меня положил в руки, она называлась «Пост Иисуса». Я читал про пост Даниила, про Павла, который постился. И я постился сам 9 дней, как Даниил, как Павел, и 40 дней постился. И видел много-много чудес. Не из-за поста самого. Потому что вы не можете просто голодать или поститься, и потом сказать «Ну, теперь, Господь, двори чудеса». Но когда вы поститесь, вы отделяете себя самих для того, чтобы быть использованы Богом. Он больше готов исцелять людей, спасать людей, чем мы с вами готовы. Аминь. И нам надо периодически напоминать себя об этом. Бог хочет это делать чаще и больше, чем мы этого хотим на самом деле. Мы не целители. Мы не пророки сами по себе. Мы только должны делать то, что Он говорит. Помните, мать Иисуса, которой сказали «Делай то, что Он говорит». Которая сказала, когда чудо было в Кане Галилейской работникам, «Делайте то, что Он говорит. Слушайтесь Его». Они подошли к Иисусу и начали требовать больше вина. И Он говорит, что же я с вами должен делать? И его мама, она как бы предупредила все действия и сказала, что бы Он ни сказал, просто слушайтесь и делайте. Аллилуйя. Аминь. Вот какими мы должны быть. Вот так мы должны действовать. Быть готовыми, готовыми услышать от Него. И когда мы услышим от Него, тогда нам необходимо иметь сердце, которое будет послушным, и делать это. Когда Он будет говорить, это не обязательно будет то, что мы думаем, о чем мы думаем, помышляем. Это не будут наши личные идеи. Это будут Его мысли, Его идеи, Его планы. Я помню, однажды в Индии мне нужны были деньги. И я сказал, хорошо, Господь, Ты сказал мне приехать сюда, так вот где же деньги? И Бог ответил, в городе, вот там вот. Едь в этот город. И я приехал в город. Я увидел христиан. И они спрашивают, каким образом Ты здесь? Ты, наверное, приехал проповедовать в нашей церкви. Большая пятидесятническая церковь. Приходи, выходи на сцену, мы готовы Тебя слушать. И я думаю... И я думаю, ох, это ж так легко. Я тут проповедую, мне дадут пожертвование, и я смогу поехать в Индию. И 15 минут всего лишь занял мой путь приехать в этот городок, где я буду говорить. И я на пути спрашивал, Господь, о чем же мне там говорить? Я хочу, чтобы Ты учил о 149-м, 150-м псалме и учил их, как танцевать. Я знаю, что в пятидесятнических церквях не танцуют. Танцы от дьявола, они говорят. И я подумал, Господь, ну как же это может быть правда? Если я буду учить о танцах у пятидесятников, никаких пожертвований мне не будет. И я говорю, Господь, действительно, Ты хочешь, чтобы я учил о танцах? Да. О танцах. И я стал учить о танцах. И люди начали вставать и против меня в высказывания кидать, оскорбляя. И одна женщина встала на своем месте и сказала, я не буду танцовать до тех пор, пока Иисус не придет и сам не скажет мне, что я должна танцевать. Это было просто вообще ужасно разрушительно. И после проповеди я вышел истощенный и думаю, о, Господь. И там я остановился в одном месте после проповеди. У человека, который бизнесом занимался. О, ждите, ждите, ждите. И я хотел зайти, и мужчина сказал, подожди, подожди. И у меня была нужда в двух тысячах, по-моему, пятьсот долларов. И, короче, этот бизнесмен выбежал в одну комнату, побыл там несколько минут, прибегает обратно, и в руках у него был чек. И конкретная сумма, которую я нуждался, чтобы поехать в Индию. Сначала я даю тебе чек, а потом я хочу, чтобы ты помолился за меня. Бог уже приготовил деньги заранее, до того, как я еще приехал, но Бог хотел, чтобы я высвободил еще и свое послание в церкви. Я думаю, что если бы я не послушался Господа и не проповедовал о том, чем Он сказал, я бы не получил своего чека. Вы должны быть верными, даже если все выглядит разрушительно. Даже если вы понимаете, что все вокруг выглядит, как сумасшествие. Делайте то, что Он говорит. Я думаю, подумайте о первом чуде, которое Иисус сказал, наполните все кувшины водой. И потом получилась самая лучшая вина. И все удивились, и сказали, это было самое лучшее вино, и обычно самое лучшее дается в начале, а это подалось в конце. И оно было самым лучшим. И вот Он Иисус, и мы видим Его в пустыне. И знаете, да, что дьявол и Натан называют князем этого мира. Как бы самый главный ранг, начальник, который руководит над всей землей. И вот Он пришел ко Христу, к Иисусу. И Он начал задавать Ему вопросы, адресовать Ему вопросы. И он начал Его искушать. И Биана, 12-й главе. И мы прочитаем 31-й стих, 12-31. Он сказал, «Ныне суд миру сему, ныне князь мира сего изгнан будет вон». И мы знаем, что здесь говорится о смерти Христа. И это то место, где враг был побежден. И это то, что я внутри переживаю снова, снова и снова. Когда вы стоите в ходатайстве, когда вы стоите в молитвах, вы стоите уже против того врага, который был побежден. Аминь. Иногда вы это не осознаете, ну, не понимаете, если бы послушали, как молятся люди. И иногда в молитвах таких молитвенников и ходатайов звучит так их обращение к дьяволу, как будто он все еще всесилен и как будто у него вся еще власть есть. Но Иисус сказал, «Я даю вам силу над всякими силами врага, над всеми силами». И это так важно, чтобы мы помогали возрастать Христу в нас. Проживайте жизнь. Проживайте жизнь, которая соответствует римлянам 6, 7 и 8 главе. Вся ваша жизнь должна содержать эти главы римлянам. И я даю вам только три вещи из трех глав. Есть много вещей в этих трех главах. В шестой главе грех не будет владычествовать надо мной. Амин. Окей? Шестая глава римлянам. Ключевой момент, что грех не будет владычествовать надо мной. Седьмая глава. То, что я хочу делать, не делаю. То, что я не хочу делать, делаю. Кто освободит меня? Это седьмая глава нам говорит. Восьмая глава. Нет вины. Нет вины и осуждения. Тем, кто во Христе. Которые живут не по плоти, но по Духу. Которые живут по Духу. Нет вины, нет осуждения. Тем, которые живут по Духу. Во-первых, мы провозглашаем, что нет никакого греха, который будет владычествовать надо мной. Я осознаю, что в седьмой главе я осознаю, что я иногда грешу и не следую, и не имею славы Божьей. Но это не то, что я хочу делать. В седьмой главе я осознаю, но восьмая глава говорит, что Он меня освобождает, если я буду жить по Духу. Если я буду искать Его, аминь, тогда не будет страха. Потому что Он дал мне Духа усыновления, сыновства, которым я и взываю, Ава, Отче. Которым я взываю к Господу. Иметь вот эти взаимоотношения. Иметь жизнь. Аллелуя. Мне нравятся, я люблю прям некоторые слова, которые Христос говорил. Они такие сильные. Иоанна 14, и 30 стих. 14, и 30. I will not talk much with you, for the prince of this world cometh. Уже немного мне говорит с вами, ибо идет князь мира сего, и во мне не имеет ничего. And he has nothing in me. Ничего не имеет во мне. Аллелуя. See, as long as we face the enemy, чем дольше мы сталкиваемся с врагом, in Christ, we're protected. Ну, мы защищены, когда Христос с нами. We're cleared. We're freed. Because on Jesus, he has nothing. Потому что во Христе враг не имеет ничего. If I show him Jesus, he can do nothing. Он ничего не может сделать надо мной. Когда я приношу Христа в обстоятельства и в ситуацию. Because in Christ, he has nothing that he can say against Christ. Потому что нет ничего, что враг мог бы сказать против Христа. He has a whole book against you. А у Христа есть целая книга против врага. If you try to fight the devil with your flesh, he will slice you in pieces. If you try to fight the devil сами по себе в своей плоти, he will slice you in pieces. And spit you out. He will beat you. But in Christ, you win every time. In Christ, you can do all things. In Christ, you're more than a conqueror. Victory in Christ. Outside of Christ, без Христа нет ничего. The enemy will defeat. People don't go places because they don't know Christ. If you knew Christ, you would know he can beat any enemy. And there's no place he can't go. There's nothing he can do. He overcome it all. He overcome it all. And if we're in him, we overcome. We overcome it. Amen. So he defeated the first rank and then he became first rank. The first Adam was in rank, number one, but he gave it to the devil. Jesus came, he took it back. God is a just God. God is a just God. God is a just God. But not if he stays with his word because he said by my word. But not if he stays with his word, because he said by my word. I will give a son and the son will smash your rank. He will take your rank away from me. And that's what Jesus did. And that's who stands inside you. And that's the authority you want to taste. You want to know it. You want to live in it. And listen, practice it on the little things. Practice having authority over the little things. I don't have to go raise the dead at the very beginning. I only have to do what he said. That's it. Amen. Serve. That's what he told me to do in the beginning. Вот, что он мне сказал в самом начале моего служения. Служи. Служи. И то, что я делал. Я служил в этом наркопритоне, в котором каждую неделю были какие-то христианские собрания, но при этом все наркоманы разбегались. И наркоманы, зная, что сегодня будет христианское собрание, уходили, и сутки их не было. Христиане ж приходят. И моя работа была, я уборщиком был. Я убирал все наркотики со стола, очистил все, чтобы люди могли Библию положить на стол. Убирал весь дом от наркотиков. Уборщиком был и служил. И потом я начал осознавать, что Бог начал давать мне помазание. Что Он со мной. На моей работе Он тоже давал мне помазание. В разных местах, где я был, в разные вещи, что я делал. Я начал чувствовать, что есть помазание. То есть даже в обыкновенных вещах рабочих. И это все начало возрастать, возрастать и возрастать. И я никогда бы не променял эту жизнь. Послушайте вот что. Есть очень такие известные, крутые библейские колледжи. Есть библейские колледжи, у которых одни здания стоят 20-30 миллионов долларов. Я учался в лесу, среди деревяшек. С стареньким человеком одним. Небольшой пожилой человек в лесу, в его доме. Но сила Божья на нем была так сильна, что вы стоять не могли бы. Я просто ползал вокруг, на полу. Чтобы не упасть, ползал. Вот где я тренировался. Это был мой библейский колледж. Десять лет. Я сидел у его ног. Внутри него было более 60 лет служения. Но он не был особо популярным. Не все придут в лес и будут среди деревяшек там искать. Все хотят пойти в красивое здание за 30 миллионов долларов. И увидеть всех, кто там. А сегодня я не вижу даже тех, кто там учились и преподавали. Я не вижу их служений. Многие из них просто отошли, упали. У них была информация, сертификаты, дипломы. Но они не знали Бога. Надо знать Бога. Надо слышать Его. Куда идти, туда идти. И это вопрос вашего сердца. Где ваше сердце? Я буду продолжать вам это повторять, потому что это очень важно. Вопрос сердца. Бог знал сердце Давида. Давид не был в школе, как остальные все его братья. К Давиду относились, как к слуге. И у слуг не было обуви. Давид прибежал, и на нем обуви не было. Он как слуга, как раб, который где-то служит, что-то бегает, делает на другом конце горы, и никто его не знает. Подумайте, насколько это важно, если пришел пророк в твой дом и сказал Исею, дай мне, покажи мне всех своих сыновей. И он всех представил, кроме Давида. Давид где-то там в лесу сражается со львами и медведями и разрывает им челюсти. А вот мои сыновья. Бог сказал, нет. Это не те. Вы что-то упускаете. Иногда люди думают о себе, что у них есть что-то, но у них нет. Потому что сердце только должно быть правильным. Аминь. Это все, что имеет значение. В сердце, которое готово сказать, я готова идти за Господа. Я хочу знать Его. Я хочу знать Его истину. И я буду двигаться за Тобой, Господь. Аллелуя. Я люблю такого Иисуса. Потому что Иисус сам говорил, я ничего не могу делать без Отца. То, что я показываю вам, то, что я делаю для вас, даю вам, это все, что я увидел от Отца и то, что Он дал мне. И если Иисус говорил, что все, что я творю, это то, что Отец мне повелел делать, то такими и мы должны быть. У нас есть шутка среди наших там священников и епископов, моих друзей. И есть такая шутка. Они говорят, когда ты услышишь что-то впервые, если ты слышишь, как брат говорит, когда они повторяют это, они говорят, прошлую неделю ты слышал, как я это говорил. И в третий раз, когда они слышат, начиная с третий раза, они говорят, ну, как всегда я говорю. Вот у них есть такая привычка. Мы можем давать одни и те же слова, они все от Господа могут быть. Но жизнь им дает этим словам то, если мы будем оставаться свежими с Господом, и наши отношения свежие с Ним. Божье Слово, оно не меняется. Он Бог, и Он без изменений. Но мы должны освежать свои отношения всегда с Богом. И мы всегда будем говорить Его свежее Слово. И тогда жизнь будет приходить. Которая будет менять все. Халлелуя. Халлелуя. Что же делает враг? Он обвиняет людей. Второе Коринфянам 4.4. Давайте обратимся к этому месту. Писание. Второе Коринфянам 4.4. Для неверующих, у которых Бог века сего ослепил умы. Чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Христа, который есть образ Бога невидимого. То есть, у Него все еще есть там немного силы. У Него есть сила ослеплять людей. Вы со мной? У Него есть сила ослеплять людей, ослеплять умы. Но Бог сказал, вам я даю силу над Его силами. Ваше ходатайство открывает слепые глаза. Вы высвобождаете Божье Слово на людей. И тогда их жизнь меняется. Аллелуя. И слепые глаза прозревают. И люди, которые не могли видеть Христа, начинают Его видеть. Люди, которые не могли слышать Его, начинают слышать Его. Потому что кто-то помолился. Потому что люди помолились. Когда мы сталкиваемся с какими-то ситуациями и обстоятельствами, мы всегда должны задаваться вопросом Господь, что Ты приготовил для этих людей? Что Ты хочешь для них? Иногда они бывают не готовы слышать Евангелие. Я был под атаками физически очень много раз. Разные люди творили разные дела. Но у Бога есть чувство юмора. И у Него есть ангелы, которых Он посылает с вами. Я люблю Его ангелов. Я не поклоняюсь ангелам. Понимаете, о чем я говорю? Но я люблю ангелов. Мне Бог их дает. Вот они со мной. Большие-большие ангелы. Они огромные. Они такие огромные ангелы, что иногда, когда я путешествую, приезжая в другие страны, люди на меня вот так вот смотрят, выше моей головы. И я думаю, что они там увидели. И когда это начало происходить со мной, я начал задаться вопросом, Господь, почему эти люди смотрят поверх моей головы? И люди очень часто задают мне вопрос, слушай, какой Твой рост? Я на самом деле не очень большой. А они начинают говорить, нет, ты огромный. Я думаю, что Он таким образом показывает какое-то отражение ангелов для этих людей. У вас тоже есть ангелы. Защищающие ангелы. И чем больше вы делаете дел вместе с Богом, тем больше Он подвизает под это ангелов, чтобы они сопровождали вас. Слушайте, этот человек следует за Богом. Надо послать на помощь ему еще пару ангелов и еще пару ангелов. И я всегда в удивлении, как Он использует своих ангелов. Однажды я был в одном доме у одного человека помочь ему. И они веселились всю ночь, там наркотики были, и тусовка была целую ночь. И там был молодой парнишка. И он был просто помешан на наркотиках. И когда они увидели, что я выхожу с машины, надо же вести себя солидно. И они такие, приготовьтесь, проповедник приехал. И этот парень решил побросать мне вызовы. И как только я вышел с машины, этот парнишка скинул с себя рубашку и решил поиграть своими мускулами перед мной. И он, знаете, как прыгал вокруг меня, ну нарывался, чтобы подраться. Он был невысоким. И у него бутылочка была. Можно использовать твою бутылочку? И там был напиток какой-то был. И он набирал в рот. И делал вид, что пьет. Демонстративно. И там был грузовик, и он уселся на грузовик. И я говорю, Господь, что мне с ним делать? Я знаю, что я нахожусь здесь, чтобы свидетельствовать другим, кто в этом доме. Но вот он вот прыгает здесь. Бог говорит, все в порядке. Другой человек там копошился под грузовиком. Работал под ним уж что-то. И он тоже был бутылочком. И у него тоже была бутылочка. И он сплевывал в нее табак, который курил. Жевал. И он поставил свою бутылочку. И бутылочки оказались рядышком. И парнишка, который нарывался, взял ниту и напоил себя слюной с табаком. Я знаю, что у Бога есть чувство юмора, и он может... Я начал смотреть на него, а у него пошло все наружу. И все, утихомирился мгновенно. Я дал ему печеньки и сказал, муж, иди у меня. У Бога всегда все под контролем. Он все расставит на свои места. Он все сможет разрулить. И мне не приходится ничего делать. Бог позволяет каким-то вещам происходить. И он двигает обстоятельства, двигает ситуации. И он говорит, я покажу тебе путь. Я не знаю, как все должно произойти, но я тебе покажу путь. Я считаю, что это весело, вот так жить с помощью. Когда огромные толпы протестующих, вот на него нападали. Не один раз. А Бог всегда верит. Но то, что я осознал, что у нас есть сила, которая превосходит силу, которая есть у врага. Во Христе. Как вам быть во Христе? Вот это единственный вопрос. Больше и больше Христа, что было. И Слово очень ясное. Бог помещает вас во Христа. Отец помещает вас во Христа. Он делает вас сильным во Христе. Через Своё Слово. Когда вы получаете это Слово, когда вы получаете откровение, вы тогда начинаете понимать, «О, я вижу, я вижу». Больше осознанно, больше осмысленно, больше понятно. Слово за словом. Слово за словом. Не то, чтобы я получил все эти знания, но я получил откровение в Моё сердце. Аминь. И Моё сердце по Сердцу Божьему. Я не должен ничего доказывать другим, я не должен показывать все свои знания кому-то. Но должно быть сердце по Сердцу Божьему. И тогда каждый раз вы будете выигрывать. Потому что каждый раз, когда Он будет показывать вам, кто вы во Христе, это Его обетование. Тогда вы будете сильны. Он будет показывать. Тогда будет победа. Всякий раз это будет вызов. Да. Но всякий раз тогда ждет вас победа. И когда вы будете продолжать жить такую жизнь, тогда вы будете возрастать в этом, и будет победа за победой, и победы будут становиться больше, и помазание будет становиться больше, и Иисус будет возрастать в вас больше. Я ничто, но Он все. Я ничто, но Он все. Я не знаю ничего, но Он знает все. И я готов познать Его. И тогда Он вам скажет. И тогда Он вам покажет. Аминь. Берем перерыв.